Франция. За свою историю эта великая страна имела долгие непростые отношения с Россией. Но несмотря на войны, эти две державы тянуло друг к другу, что в результате и вылилось в довольно искреннюю дружбу на бытовом и политическом уровне. Франция сама по себе страна, в которой достаточно всегда были такими мощными русофильские тенденции, где-то начиная еще, наверное, с начала 20 века, потому что во Францию эмигрировало очень много представителей российского дворянства. И понятно, что они во Франции пытались показывать Россию с такой, знаете, лучшей стороны. Люди, они были все образованные, и у французов сложился определенный образ, такой, знаете, России, несколько романтичный. Вся романтика мигом улетучилась 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Прямо пропорционально тому, как удлинялся знаменитый кремлевский стол переговоров, охладела и любовь Путина к французам. Песков с Лавровым перестали подбирать слова в высказываниях в адрес официального Парижа. В какой-то момент глава МИДа в очередной раз забыл выпить свои таблетки и уже открыто обвинил французов в фашизме. К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам это печально видеть. И это далеко не первое нелестное высказывание официального Кремля в отношении французского правительства. Эммануэлю Макрону должно надоесть, что кремлевские небожители или кремлевские старцы занимаются им на лицо уринотерапией. Причем делают это публично. Фактически Кремль обвинил и Францию, и Германию в том, что это нацистские государства. В ответ Франция попыталась показать Кремлю зубы. Взялась за введение против России очередного пакета санкций и начала активнее поставлять в Украину оружие и боеприпасы. Чтобы закончить эту войну, мы вводим беспрецедентные санкции для того, чтобы навсегда заблокировать финансирование Кремлем этой эскалации. Сейчас мы мобилизованы как никогда. И в экономическом, и в финансовом, и в гуманитарном аспекте. Но уже через несколько минут после сказанного Эммануэль Макрон с той же трибуны Европарламента начинает подыгрывать Путину, намекая на то, что война войной, а старую дружбу он не проще сохранить. Мы не хотим войны с Россией. Мы не враги. Мы выступаем лишь за сохранение суверенитета. Последнее время поведения президента Франции можно сравнить с по уши влюбившимся подростком. Макрон чуть ли не ежедневно названивает своей пассией и проводит с Путиным многочасовые телефонные беседы. Это уже стало причиной множества шуток среди французских политологов и одной из горячих тем для обсуждения на местных телеканалах. Я считаю, что для Франции необходим визит Макрона в Украину. Мы одна из немногих стран, чьи первые лица и их окружение еще не были в Украине. Прибытие же в Киев главы МИДа Катрин Калона – хороший знак. Но если разобраться, то в целом официальный Париж продолжает тянуть с острыми высказываниями и решительными действиями, неспешно поставляя нам вооружение и повсеместно призывая к диалогу с Кремлем. Риторика президента не изменилась даже после убийства оккупантами французского журналиста. Фредерик Леклер и Мхов погиб от осколка авиабомбы во время эвакуации из Лисичанска. Парня не спас ни жилет, ни каска, ни даже бронированное авто, в котором перемещалась съемочная группа. Кроме сожалений по этому поводу, иных действий президент Франции не предпринял. Франция очень неплохо зарабатывала на экономическом сотрудничестве с Российской Федерацией. Россия старалась всегда максимальные какие-то преференции и по газу, и по нефти, хотя Франция не так зависима, скажем, от Германии. Но я думаю, что Макрон в силу этих всех факторов и экономических, и гуманитарных, и в определенной мере политических, то есть он должен учитывать, что какая-то часть избирателей, они достаточно позитивно или как минимум нейтрально относятся к Российской Федерации. И вот он пытается воспользоваться вот этими веяниями. И отсюда мы видим его такую, знаете, достаточно неуверенную политику. За такую неуверенную политику Макрона за глаза прозвали морской звездой, видом беспозвоночных, нетривиально намекая на то, что европейский политик растопылился, как морская звезда, пытаясь усидеть сразу на нескольких стульях, сберечь дружбу с Украиной, не потерять выгоды от сотрудничества с Россией и сохранить лицо Путину. Но тут пути 25-го президента Франции и всего цивилизованного мира во главе с Украиной расходятся. Для нас единственный удобоваримый вариант сохранения лица Путина – формалине. Сделаем ли мы это вместе или без поддержки официального Парижа решать Макрону? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...